МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости в студии Елена Солонина. Здравствуйте. Сегодня в выпуске смотрите. Окупанты готовят приговор четырём крымчанам. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Россия незаконно увеличивает количество военной техники в аннексированном Крыму. Танец как способ коммуникации со зрителем истории танцовщицы Айше Беляевой. 24 декабря огласят приговор фигурантам первой бахчисарайской группы выдуманного дела Хизбут-Тахрир. Об этом сообщает Крымская Солидарность. Северокавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону сегодня закончил рассмотрение. На заседании обвиняемые выступили с последним словом перед оглашением приговора. Они сказали так называемое своё последнее слово. Мой подзащитный Инвер Мамутов выступил последним. Он говорил о том, что данное уголовное дело и многие другие уголовные дела, ничто иное, как политически мотивированное преследование крымских татар, мусульман на их родине, сотрудниками спецслужб и других их приспешников. Значит, мой подзащитный Аксидов Зирисердарович начал своё выступление со слов «Бог им судья». Ну, с ним нельзя не согласиться, поскольку происходят страшные вещи. Люди, изучая дома свою религию, свою культуру, в итоге получили обвинение по двум страшным статьям участия в террористической организации и насильственный захват государственной власти, смена конституционного строя. Фактически у нас в декабре завершится шестимесячный судебный марафон. Шесть месяцев мы вели суды и в Ростове, и здесь в Симферополе в военном суде. Этих четырёх крымских татар задержали в мае 2016 года в аннексированном Крыму. Окупационные силовики провели обыск в их домах, после чего арестовали. Крымчан обвинят в участии в запрещенной в России оккупированном Крыму организации «Хизбут-Тахрир». Тимура Ибрагимова, фигуранта второй бахчисарайской группы выдуманного дела «Хизбут-Тахрир» оставили под арестом. Об этом рассказала его супруга Диляра. Закрытое заседание проходило в оккупационном Верховном суде Крыма. Сторона защиты подавала жалобу на решение оставить Ибрагимова под стражей. Окупационный суд её не удовлетворил. Таким образом, крымчанин продолжит находиться в СИЗО до 9 февраля. Нам удалось попасть на оглашение. Конечно же, суд, не слушая никакие доводы ни адвокатов, ни самого Тимура, оставил решение в той же силе до 9 февраля 2019 года. Состояние здоровья у Тимура, аль-хамдуллях, более или менее удовлетворительное. Он немного покашливает в добром настроении, духа. В октябре 2017 года в аннексированном Крыму задержали шестерых крымских татар. Их арестовали в результате обысков. Под стражей они находятся более года. Крымчан обвиняют в участии в запрещенной в России оккупированном Крыму организации «Хизбут-Тахре». У Владимира Дудки, фигуранта выдуманного дела об украинских диверсантах, ухудшилось состояние здоровья. Об этом нам рассказал его сын Илья. Дудка страдает от хронической язвы. Родственники передают ему лекарства. Жалуется, отец, на высокое давление. То есть, раньше не замечали такого у него. Сейчас у него вот уже второй раз, как меряют, с разницей в месяц, где-то полтора давления, 155 на 100. То есть, ну, это очень высокое. Вот я начинаю опасаться, что такое давление может привести к чему-то очень плохому. Говорили, что прошел обследование, лечение назначено. Да, обследование он прошел, но результатов обследования он не видел, лечения никакого не получали. Накануне Владимир Дудка и Алексей Бесарабов в оккупационном суде заявили о нарушениях в своем деле. Рассказал адвокат Сергей Легостов изданию «Крымреали». Во время заседания украинцы заявили оккупационному судье о фальсификации следствия во время проведения оперативно-розыскных мероприятий. Мы пытаемся связаться с адвокатом для уточнения информации. Троих украинцев оккупационные силовики задержали в ноябре 2016 года. Их обвинили в подготовке диверсии на аннексированном полуострове. Оккупационный суд приговорил Штыбликова к пяти годам колонии строгого режима и штрафу. Дудку и Бесарабова удерживают в СИЗО два года. Оккумбаты оставили под арестом одного из военнопленных украинских моряков, старшего матроса-буксера Яны Капу, Виктора Беспальченко, уменьшив срок на один день до 24 января. Информацию нам подтвердил координатор группы адвокатов, которые защищают украинских моряков, Николай Полозов. Оккупационные крымские суды третий день рассматривают апелляции на арест украинцев. Сегодня должны состояться заседания по еще. Роману Макрику и Владиславу Костышину информации об этом пока нет. Оккупанты арестовали 24 украинских военных моряка на два месяца до 25 января. Их удерживают в СИЗО Москвы. Обвинят в якобы незаконном пересечении российской границы. Украинцам грозит до шести лет лишения свободы. Военные катера «Ника Полибердянск», рейдовый буксир «Яны Капун». Российские спецслужбы задержали 25 ноября у берегово-аннексированного Крыма. Оккупационный суд в Крыму признал обыск в доме Элины Мамедовой законным. Об этом рассказал ее адвокат Алексей Ладин. Сегодня подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма рассматривал жалобу стороны защиты на проведенный 28 ноября обыск в доме крымчанки. Во время него силовики изъяли зубную щетку девушки ради образца ДНК. Жалобу адвоката оккупационный суд не удовлетворил. Обыск был проведен для того, чтобы поставить ее на учет по так называемым экстремистским делам. Хочу сказать, что постановка на учет и принудительный отбор образцов ДНК не имеет ничего общего с уголовно-процессуальным кодексом и с задачами по доказыванию преступления, или я бы сказал, якобы преступления, которое совершила Элина. Именно по этим основаниям защита, собственно, и обжаловала постановление суда. Это интервью Элины Мамедовой, снятое в августе. Против девушки в аннексированном Крыму возбуждено уголовное дело. Ее обвиняют якобы в действиях, направленных на возбуждение ненависти либо вражды. В доме Мамедовой силовики проводили дважды обыск. Во время последнего изъяли зубную щетку ради образцов ДНК. В оккупированный Севастополь зашел российский корабль. Судно вооружено артиллерийской пушкой. После аннексии Крыма Россия незаконно увеличивает количество военной техники и военнослужащих. Чем грозит милитаризация полуострова и какие действия предпринимает украинское руководство, разбирались наши журналисты. ДИВИЗИОНИ С-400 расположены под Єопаторией, под Джанкоем, под Феодосией, под Севастополем. Таким чином утворювали ромб, который прикрывает из всех четырех направлений возможный авиационный удар. Основные сели флота базуются в Севастополе, также частково в Новозерном озере Данузлав, где раньше была Поведенная войско-морская база, а также в городе Феодосия. Российская федерация посиляет наявные силы и засоби Збройных сил для обеспечения контроля Черного моря, а также обеспечения в целом Крыму. Загоняют туда, пригоняют, укомплектовывают самолетами. Это Су-24, это бомбардировщики, Су-27, там у них, в принципе, большая номенклатура военно-воздушных сил, у них называется военно-космических сил, и, в принципе, большая сухопутная группировка. То есть получается, остров Крым превращается в большую военную базу. Как на меня, она в Крыму створяет черговый плацдарм для развития наступового. Ракеты «Калібер», которые находятся на озброенні и перебывают в подводных човнах, они могут наносить удары на отстану до 2500,5 км. Они могут наносить удары по краям Чорноморского бассейна, поэтому все страны, которые находятся там, и по той стороне, и так же они могут наносить удары по материковой частини Украины. Генеральный штаб вживает всех заходов о прогнозе, моделировании возможных вариантов дей и дей військ сил для вестящей агрессии. Для этого проведены тренирования с подразделами территориальной обороны, с резервами, с корпусом резерва. Проведено тренирование військовых частин, которые створюются в случае разгортания корпусу резерву. И ци научения показали спроможность разгорнутыся в вызначенный час этих подразделов, для того, чтобы в дальнейшем разгортать оборону, масштабную оборону против судей агрессору. Синежелтые листовки в Симферополе они рассыпались при падении беспилотника в оккупированном Крыму. Это видео оккупационного телеканала Вести Крым. Беспилотник запутался в деревьях и упал на улице Февральской, недалеко от оккупационного управления ФСБ по Крыму. В нем были листовки с нацистскими высказываниями, рассказывают Вести. Место падения беспилотника отцепили правоохранители. Вместе с полицией работали кинологи. Танец как способ коммуникации со зрителем. Так считает молодая корымско-татарская танцовщица Айше Велиляева. Исполняя современные танцы она открывается зрителю и рассказывает ему свою историю. Одно из ее недавних достижений сотрудничества со Львовским национальным театром оперы и балета. Это крымчанка Айше Велиляева. Ее направление в танце контемпорари и модерн. Танец для меня прежде всего это общение. Ты выходишь на сцену и рассказываешь свою историю. Это в принципе такой же способ коммуникации как и любой другой язык. Ты стоишь здесь и сейчас у тебя мозг полностью освобожден. То есть ты свободен, душа твоя открыта и ты отдаешь, ты хочешь отдавать. И даже если это очень сложный технический номер, ты когда ты отдал всю свою энергию, зритель на самом деле отдает в 10 раз больше. Айше победительница международных всеукраинских конкурсов и фестивалей. Благодаря педагогическому таланту моего первого преподавателя, которая в принципе познакомила меня с миром танца, я вошла во вкус и постепенно танец стал неотъемлемой частью моей жизни. Приоритетным является саморазвитие и реализация себя в первую очередь как танцора. Потому что как я уже говорила, мир танца очень многогранен и хочется как можно больше техник впитать в свое тело и синтезировать потом это в готовый продукт. И конечно же параллельно мне очень нравится делиться опытом, который у меня уже есть, погружать мир танца, как когда-то погрузили меня и помогать раскрываться людям через движение. В планах Уайше обучить крымско-татарских детей современным танцам. Анастасия Исаенкова, Елена Солонина, новости ЮАКРЫМ. На эту минуту это все новости. В студии была Елена Солонина. Следующий выпуск новостей уже в 19.00. Оставайтесь с нами и подписывайтесь на ЮАКРЫМ в фейсбук. Редактор субтитров А.Семкин